В конечном итоге все это вылилось в конфликт. Позиция России всегда заключалась в том, что мы должны без всякого кровопролития прийти к договоренностям. Так была выстроена наша позиция. Территория Нагорного Карабаха с позицией международного права является частью Азербайджана. Об этом в очередной раз заявил президент России Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции. «С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики», – подчеркнул Путин. Он отметил, что сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала, и, имея в виду это обстоятельство, Нагорный Карабах с точки зрения международного права – тоже Азербайджан. Путин указал, что таковой была позиция России в рамках деятельности Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха. «Так была выстроена наша позиция и в Минской группе, где сопредседателями являются Россия, США и Франция. Мы всегда на протяжении многих лет исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха», – сказал российский президент. Говоря о статусе Нагорного Карабаха, Путин отметил, что сейчас он должен быть неизменным, а вопрос его определения нужно решать в будущем. Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть передан на будущее. Должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор, то есть коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом. Касаясь позиции Турции в ситуации вокруг Нагорного Карабаха, Путин отметил заявление Анкары о поддержке Баку в вопросе возвращения территории, контроль над которым Азербайджан утратил в 90-х годах. Позиция Турции основана на том, и это публично заявлено, что Турция защищала, как они считают, правое дело Азербайджана, а именно возврат территорий, которые были оккупированы в ходе боестолкновений в 90-х годах, сказал Путин. Вот в конечном итоге все это вылилось в конфликт. Позиция России всегда заключалась в том, что мы должны без всякого кровопролития прийти к договоренностям. Так была выстроена наша позиция и в Минской группе, сопредседателями, где являются Россия, США и Франция. Мы всегда на протяжении многих лет, я сейчас повторю нашу позицию, исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены 7 удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха. Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть передан на будущее, должен быть зафиксирован статус кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор, то есть это коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом. Почему Лачинский? Потому что район, по которому проходит этот коридор, проходит эта дорога, так называется Лачинский район. Вот, собственно, здесь ничего сложного нет. Значит, позиция Турции основана на том, что, это публично же заявлено, на том, что Турция защищала, как они считают, правое дело Азербайджана, а именно возврат территорий, которые были оккупированы в ходе боестолкновений в 90-х годах. И международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъявлемой частью Азербайджанской республики. Значит, повторю ещё раз, сама Армения независимости Нагорного Карабаха не признала, и поэтому в этом смысле, имея в виду это обстоятельство, то есть сам Нагорный Карабаха – это тоже с точки зрения международного права тоже Азербайджан.